приветствую вас зрители моего канала сейчас я вот тут зашла в проулок от довольно сильного ветра иду снимать цыганскую ярмарку feria de abril и хочу показать вам у меня есть на канале уже одно видео где я там зажигаю фламенко даже не одно если хотите можете посмотреть но вот это буквально свеженькая актуальная данное время я оделась достаточно в духе сейчас здесь холодный ветер только что прошел дождь с грозой поэтому я вот так вот в курточке прическа у меня попытаюсь показать вот такая соответствует духу и в длинной юбки но сейчас достаточно проблематично будет это показать как я одета может будет возможность кого-то попросить мне помочь и снять меня там в полный рост или где-то может какое-то зеркало будет словом я иду на форум если вы приезжаете в барселону после пасхальное время я имею ввиду католическую пасху так как это испания католическая страна естественно после праздника сан-джорджи святого георгия открывается серия до авриль апрельская ярмарка и другими словами она называется еще цыганская ярмарка так как жители этого района в основном и не только этого района принимают участие активное в проведении создания этой ярмарки и в общем там все тематическое именно такой вот цыганская кима хитанос де испания фламенко это кстати фламенко в обиходе тоже иногда так называют цыган и одна из песен певца аривато рук который родом из сирии тоже называется свой фламенко де лака и я цыган из улицы фламенко значит цыган и я покажу вам одетых соответствующую одежду людей в общем вам будет интересно я думаю кстати довольно существенный здесь ветер так что уважаемые туристы имейте ввиду особенно если у вас аллергия будьте внимательны во время цветения и цветения особенно тропических растений и еще не соблазняйтесь тем что вы на средиземноморье одевайтесь если вам даже покажется что вроде бы и и теплее чем в вашем городе и даже увидите что европейцы идут и чуть ли не в майках наденьте курточку пожалеете потому что я видела туристов кстати из санкт-петербурга которые приехали феврале видели ха-ха в барселоне тепло вышли там в каких-то там я не знаю в тоненьких копточках жакетиках и потом буквально ну скажем так соплями умывались ладно не будем о грустном в общем мы пришли видите здесь украшения они когда стемнеет будут светиться вот там везде огни фонари вот эти вот павильоны открылись это павильоны с различными испанскими и не только испанскими там закусками заедками напитками сельскохозяйственная продукция продается такая как мед сыр можно подойти орехи из кого-то региона испании натуральный продукт как говорится и вот там множество множество кафешек и таких вот павильонных ресторанов а вот здесь у них обычно да вот на входе есть и есть еще вот нам дальше в глубине это латиноамериканские они вроде бы национальных костюмах цыганских которые мы привыкли считать за испанские то есть вот эти сборчатые юбки вот посмотрите идут женщины сейчас постараюсь приблизить вам вот видите вот это есть эти костюмы о которых я говорила вот эти вот народные цыганские и здесь же есть ларьки где они эти костюмы продаются какую-то пыльцу я все-таки вдохнула в общем флаг вы видите кубинский на вот там ларьки откуда доносится латиноамериканская музыка но пойдемте искать испанскую цыганку смотрите эти женщины приближаются с компанией с мужчинами видите вот пока они не заметили что я их снимаю кажется замечают вот здесь вот смотрите вот там готовят какие-то блюда национальные испанские можете попробовать ну это у нас такое есть пришел допустим там дротики покидал и выиграл там что-то там допустим вот там впереди тоже такой же ларек играми да вот там украшение ну в общем сейчас мы пройдемся и посмотрим что мы можем тут увидеть постараюсь прямую не снимать вот они эти ларьки а вот у него это те рестораны на видите там вот даже они при вас изготовят и все такое продукты и хамон вам приготовят запахи местами доносятся привлекательные иногда такие несколько своеобразные непривычные для нас например шашлык здешний он как бы не жареный как так как вареный что-то такое имеет структуру вот теперь слушайте фламенко подхватывают на ходу танцы здесь еще не начались но это фламенко вот так выглядит павильон где вот тут закусывают там же будут и танцевать сейчас найду посмотрите идут тоже нарядные люди смотрите нарядными ходят и взрослые и дети так что он иногда здесь приглашают живой ансамбль они там поют и танцуют я кстати там тоже на сцене танцевала в одном из таких ларьков так вот я даже посмотрю знакомые вот посмотрите видите это бадалонские цыгане вот здесь вот эти вот таких мест есть и сириянос сирийцы то есть приезжают есть из района мина где вот я теперь проживаю так что по-разному вот смотрите из вот этой комарки а вот нам уже танцы начались посмотрите просто пришедшие отдыхающие вот одеты и соответственно это не артисты вы видели люди идут некоторые нарядные вот они просто здесь танцуют другие сидят кушают я сейчас похожу это же присоединились кому-нибудь вот там тоже судя по аплодисментам танцуют о касса декорку кордова прошлом году я здесь танцевала вот там вы видели женщин одетых в национальные костюмы теперь видите мужчин посмотрите а вот сейчас я вам покажу где продаются такие костюмы есть подешевле и подороже самые хорошие качественно сшитые конечно стоят дорого 300 евро и могут больше для детей вот это вот более простые попроще сшитые здесь же и розочки и веера и платочки но я сегодня одета как можно сказать нашинская русская цыганка вот здесь задняя часть других павильонов как вы догадались тут есть и современный американский закусь как говорится а вот это рейд и пульпо это король осьминог по испански вот здесь вы тоже слышите фламенко здесь пока еще нет никого видно попозже танцы начнутся они я еще сейчас ой сколько сейчас знаете что вот разные фламенко от разных углов звучат кстати я тоже здесь танцевала мы вообще когда пришли сюда с сестрой моего мужа я буквально шла везде где только танцуют и танцевала везде во всех павильонах которые мне только попадались на глаза а когда мы впервые пришли сюда я помню вот я танцевала вот там в тех павильонах смотрите касса андалусия и каталуния но сейчас район где мы живем это считай мы живем в андалусии очень много выходцев от вот такие чудные официанты здесь посмотрите как красиво одеты так уже зазывают вот смотрите здесь тоже продают костюмы но это более дешевый вариант конечно дорогие они выглядят более дорого если я найду такой ларёк я вам покажу вот там танцы кстати вот вот здесь я танцевала первый раз точно здесь сейчас мы тут с одним дядечкой потанцевали фламенко он меня пригласил такой ростом как типичный дешний житель маленький на чуть ли не на две головы ниже меня но конечно он любезно так сказать руководил моим танцем кстати вот здесь я тоже танцевала сейчас я повернулась вот здесь вот и и первые и вторые и другие разы когда я тут была а ну здесь еще танцев нет вот и он меня спросил откуда я из германии ну мы на испанском говорили я говорю нет из России он я говорю мне нравится фламенко цыганские танцы песни я говорю у нас тоже цыгане есть а он говорит а ты не цыганка я говорю нет русская он о да да я я так и понял в общем поговорили мы с ним пригласил я тут говорит работаю в ресторане тут рядом ну вот в эти я вам показывала эти ресторанчики в общем сейчас мы подходим тут опять есть латиноамериканские мотивы сейчас я камеру переключу и вы увидите в этом углу всегда вот тут латиноамериканцы вот тут колумбия бучата это вот этот танец если не ошибаюсь но там куба бразилия вы по флагам видите вот там испанские и каталанские флаги рядом на вот этих ларьках там сладости продаются кстати вот здесь видите куба литро в таких ларьках обычно продаются спиртное это коуперинья но это бразильская они это воск с каким-то их там лимонадом с кашасой или что-то такое с чем-то и все намешано в общем коктейль какой-то если кто любит конечно может такие вещи попробовать мы вышли вот видите на морской берег практически который здесь рядом но недоступен потому что видите здесь вот солнечная батарейка это кстати одна из первых в барселоне в общем техническая часть как бы и нам собственно говоря там нечего делать а вот там впереди вы видите колесо обозрения собственно говоря туда можно вот здесь понизу можно пройти на ту часть цыганской ярмарки где аттракционы детские там сладкую вату продаются такие вот эти все дела ну аттракционами такими никого не удивишь все их прекрасно знают и видели во всем мире а то что является экзотикой собственно говоря цыганской ярмаркой вот это мы сейчас с вами здесь и находимся это гораздо интереснее и как гораздо аутентичнее скажем так опять какая-то вот эта пыльца вот это то что стоит посмотреть туда и вы тоже можете пойти тем более если кто с детьми там конечно почему нет вот смотрите погода сейчас не особенно так скажем прямо но не страшно ничего такого страшного здесь нет я вот сейчас найду что-нибудь тут занятное вам покажу мы вот тут в латиноамериканской части я тут от этих запахов закашлялась они местами своеобразные но кто любит экзотические вкусы и запахи это для вас как раз музыка достаточно громкая но я надеюсь меня все равно слышно сейчас я пройду здесь прямо где еще не ходила я тут в тени оказалась я выключу сейчас фронтальную камеру буду показывать вам чтобы вы видели что здесь находится посмотрите здесь видите испанская кухня вас сумма шеварит вот там готовится по ее традиционное национальное испанское блюдо вот люди идут я с приближением снимаю потому что как-то знаете когда подходишь и близко в лоб снимаешь оно не всем нравится да вот там эти рестораны ну кстати сколько стоит вот видите пульпо с дегаи а ла гаега то есть из галисии это там ну морепродукты пульпо это осьминог как я уже сказала вы можете какие-то морепродукты которые если любите такие блюда попробовать я сейчас пройду туда что-то увижу я вам покажу в таких ресторанов обед будет достаточно дорогой ну для кого как в общем вы на цыганской ярмарке как бы на таком мероприятии здесь можно так что-то покушать от 10 20 30 евро смотря можно и больше ну смотря что вы будете покупать как и чем вы захотите там себя побаловать как говорится вот это вот как раз о чем я говорила здесь можно купить сельхоз продукцию местную там и масло оливковое там мед орехи какие-то сладости там прочее прочее вот такие длинные сладости вот там лежат они очень любят вот эти вот они надо убрать как бы вот вот смотрите опять вот эти платья продаются прибамбасы для цыганской ярмарки вот здесь вот такой вот этот вот это ресторан сразу видно по его антуражи по всему вот что я вам показывала пульпус алла гаега а вот здесь я думаю достаточно дорого будет хотя тоже смотря что вы будете заказывать тут тоже есть и хамон вот я читаю и пожалуйста тут тебе мясо и вот там есть и на косточках и вырезка и там морепродукты ну вот здесь я что-то фламенко и тут я что-то никогда у них а на сцене нет сына у них нет не знаю где так может быть проходах между столами ну видно так респектабельно в общем они выглядят в общем вы поняли опять пошла тут смотрите посмотрите на друзей испании то есть вот пожалуйста вам боливия латинская америка друзья испании намного здесь иммигрантов в общем они как бы себя вот так ангажирует здесь их сладости национальные тоже здесь бывают танцы там они отплясывают довольно лихо выходцы из латинской америки вот здесь видите флаг радужный рядом с каталанским лица нетрадиционной ориентации себя как-то ангажируют скажем так демонстрируется формы полная толерантность ему и вся а вот здесь я вам хочу показать вот смотрите здесь как бы вот такой цыганский веер да наверху вот эти веера тоже это учтите это не испанский а цыганский как бы атрибут и вот здесь еще вот это как половинка еще колесо есть я знаю что колесо это символ цыган вот это тоже вот он одновременный веер и колесо у здешних цыган принципе то же самое что и у наших символы в принципе одинаковые вот я вам сейчас именно цыган если получится покажу не просто кто на а нарядился в цыганские одежды а именно если получится вообще собственно говоря живу в цыганском районе если какие-то жители мелькали в кадре там они они мелькали неоднократно вот опять вот вещи здесь атрибутика продается соответствующие бантики розочки там заколочки соответствующие посмотрите вот это сейчас что вот тут вы слышите это это латиноамериканская это не фламенту хэнтэ де пуэбло люди из деревни ну ну так ну я пришла опять на этот ряд сейчас гляну где тут что тут и как тут ларек видите антикризисное меню рекламируется но это здесь типа гамбургера что-то современное это не особо интересно видите закрыто что-то я сейчас смотрю сейчас собственно говоря времени восемь с небольшим а что-то многие ларьки закрываются сегодня или я не посмотрела расписание сегодня работает не допоздна день открытия работал до 4 утра потом до 12 там было в расписании до часу но вероятно я что-то упустила и сегодня пошла в третий день ярмарки сегодня они работают покороче хотя не знаю хотя в принципе вроде все то же самое но уж потому что понедельник народу меньше и погода не особенно кстати блещет бояться на что дождь пойдет но смотрите небо разнеслилось смотрите какие персонажи тоже можно таких увидеть видите с каким робокопом на ходулях идет цыганская девушка да вроде бы а еще посмотрю в поисках чего-то интересного вот в ту сторону пройдусь вот я зашла сюда здесь вот латиноамериканские мотивы тоже вот антикризисная как бы вот вам донер кебаб дуру что-то тут продаются здесь всякие там сладости вот а вот у фламенко пошло здесь тоже есть вот в этом ответвление сейчас поглядим вот это вы слышите фламенко слышите и видите может удастся мне даже потанцевать здесь а опять я пристроилась потанцевать на этот раз вот здесь жаль никого было попросить меня снять в общем вывод какой если вы пришли сюда и потанцевать не с кем или та пара с которой вы пришли танцевать не хочет и не любит пристраивайтесь не робейте пара вам найдется в ходе танца но даже если не найдется все равно потанцуете смотрите как это делают другие и у вас все получится соответствую любезную повреченную она сама предложила помощь вот вы видите меня тут на ярмарке вот так я выезжу в общем не обессудьте на мой такой взъерошенный вид я так тщательно наводила свою прическу но ветер делает свое дело и несмотря на то что хорошо вроде все увязано она все таки немножко подрастрепалась ну-ка я сейчас здесь попробую потанцевать кто-то и снег поможет вот посмотрите как красиво танцуют вот посмотрите как красиво танцуют и захотелось еще я вообще танцевать могу на угаду любые танцы испанские русские и какие хотите хоть африканские из-проэзера и великолепные танцуют и элипетные танцы и элипетные танцы Субтитры сделал DimaTorzok 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 такого плана, представляющая жизнь, ну, в таком вот, как бы сказать, фольклорном виде испанских цыган. Так что не пожалеете, если придете, и потанцуете, и повеселитесь, и поедете что-то из испанской кухни, то, что вам понравится. Если интересует экзотика, там тоже можете найти, я вам показала. Так что, в общем, я иду домой, а вам приятных, так сказать, походов на такие мероприятия, когда вы будете в Барселоне, например.